Здравствуйте, кто просил влог, собственно, получайте. Я сейчас в этот хостел относила вещи, вся запыхалась, промахнулась мимо этой арки и проканулась дальше, пришлось сюда таскать, ко мне какие-то мужики пристали, говорю, зачем ты это делаешь? В общем, Питер как сюда. Это классический двор Питера, но не совсем классический, у нас классические колодцы. Идем обратно к машине. Вид из арки, конечно, потрясающий на Казанский собор. Сейчас на меня будут смотреть, как на придурка, конечно. Ой, надам, все толкаются, все зли. Так, главное, чтоб не обрадили. Дальше. Это дом Зингера, нынешний штаб ВКонтакте, больше современной молодежи знает его, как... Или дом книги, как более пожилое поколение Питера. Ну, переходим дорогу. Никто не пропустит, даже пешком никто не пропустит. Чувак, стой. Все, пришли. Фу, я вся взмокла, села в машину, прямо... Ой, надо же мне так промахнуться, я просто не знала, где он находится. Ооо, вообще кошмар, жарко-жарко. Ну, в общем, тут особо нечего показывать. Наверное, покажу вам как... Не знаю, куда меня навигатор поведет. Я сейчас поеду на Московский проспект за Духами. Единственное место, где... Единственный Ривгош в городе... А, сейчас на себя переключу, давайте. Вот такой лохматый человек. Ну, вот. Единственный Ривгош в городе, где продаются духи аквадепаром. Фу, я вообще так запарилась. Ну, доброе дело, типа, сделала. Вот. Да, поеду я за этими духами, потому что в Ривгоше на них по золотой карточке скидка, и они где-то 2 600 стоят, а так они 3 400, 4, 5 и так далее стоят. Мне очень понравились духи из нового глэмбокса. Видео, наверное, это выйдет уже после того, как... А, может быть, еще до того, как я выложу обзор на глэмбокс. В общем, и духи вам покажу. Я их куплю. Я позвонила уже, чтобы мне отложили их, чтобы я не зря ехала. Фу, я ужарилась. В общем, сейчас, наверное, отрывочек Невского будет, отрывочек Московского. Ну, в общем, отрывочки города немножко. Вот. Если позволить навигатор, потому что я поеду по навигатору, чтобы объехать пробки, несмотря на то, что суббота, все равно народ куда-то везде ездит. Я, честно, очень не люблю ездить в центр. Мне нравится по центру гулять, но ездить по нему это абсолютно невозможно. Просто раздражает нигде не встать. Все злые за рулями. И, видя, тычутся друг в дружку. Очень узкие улицы. Очень узкие. Просто невероятно. Еще по двум сторонам машины стоят, где протискиваешься между... Вот, например, набережная. Это канал Грибоедово, где находится этот хостел. Она, вроде как, не очень узкая, но за счет того, что справа и слева машина стоят, ну, просто посередине такая достаточно узкая. На одну машину полоса. Ох, все, поехали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А вот тут я училась справа. Там вот, вот, вот. Кирпичный дом, вот так как проехали, так что... Тут мой факультет находился. Вот мы на Московском проспекте, совсем другой конец города. Это, в общем, что девушка не сделала для того, чтобы найти любимую духи, куда бы не поедет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Всем, кто живет на Парке Победы, привет! Мы едем метро, сейчас слева будет метро Парк Победы. Справа гостиница России, но я уже просто не кручу телефоном, потому что это очень опасно для жизни ехать сложно. Вот слева метро Парк Победы. Правда, у меня немножко грязное стекло, вы не черчайте на меня. Видели, как всегда, прекрасная погода. Справа у библиотека, кстати, сейчас я попробую. Опа-опа, наша огромная библиотека. Ой-ой-ой-ой. Опасно так ехать, кстати, опасно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На самом деле мы почти приехали. Очень сложно. Это у меня, кстати, коробка с работы. Просто вообще у меня в машине полный кавардак был, когда я ехала вещей эти кучу отвозить. Эта коробка с работы, я еще не выгрузила ее, все забывала. У меня в багажнике лежит. Короче, у меня не машина, а просто я... У меня она обычно очень чистая, у меня ничего не хранится. Но бывает так, когда с работы кучу нагрузят, бывает, что, в общем, получается бардак в машине. Вот мы почти приехали, нам надо как-то паркануться. И, честно говоря, тут какое-то очень красивое здание. Но я опасаюсь вам его показать, потому что такое движение, куча-куча. Полиции. Вот. Я не была ни разу в этом московском универмаге. Он, типа, тоже какой-то крутой, скажем так. Но, в общем, сейчас покупаю. А, у нас, конечно, снимать на никаких магазинах нельзя. Поэтому просто покажу потом, что купила. Ну, духи покажу, какие хотела. Вот. Я лохматый, страшный человек. На меня смотрят люди из соседних машин. И мне очень-очень стыдно. Я не блогер. Я стесняюсь быть блогером. Вот. В общем, вот как-то так. Почти приехали. А, на самом деле, был сегодня день... Вы извините, что я много говорю. Просто, ну, как, типа блог. Был день такой достаточно насыщенный. Мы по делам с мамой ездили. Много-много в разные места интересные. Но я не стала снимать. Потому что времени абсолютно это не было. Так, по-моему, мы приехали. О, тут парковка есть. Давайте сейчас попробуем. Конечно же, тут мест на парковке нет. Ну, детский сад. Катя надеется на что-то? Еще не вариант. Просто опять придется круги наматывать. Просто раздражает. Вот это отсутствие, блин, долбанной парковки. Извините за мой французский. О, я надеюсь, это место. Я надеюсь, это место... Блин, это выезд. Может, во двор поехали? Это пешеходный переход или что? Я не понимаю. А, короче, мы будем сейчас кругами кататься. Я попой чую. Да. О, там чувак какой-то выезжает. Догоняем его с таким бешеным лицом. Окей, чуваки, это мое место, мое место, мое место. Не лезьте, не лезьте, не лезьте. О, какой-то молодец что-то выехал. Круто. Ой. У меня тут провод подключен. Я на какую-то кучу поребриков залезаю. О. Еее. Все, побежали за духами. Все успешно. Я купила их. Я машину мою. Потому что она такая самая грязная. Надо помыть. Я теперь, еще не душившись, я уже пахну всякими духами. Вот ты с Ревгоши выходишь, вечно такая, я все пахну. В общем, все, теперь едем домой. Уже. Уже домой. Давайте на коленках покажу, что я купила. Это мне в подарок дали. Первый раз вижу такой пробник духов. Видите, такой вот. Сейчас. О. Фокус. В общем, что-то там дергаешь и пшикаешь. Там вот прям дырочку видно. Пшикалку. Во. В общем, понюхаем. Это евовские не румяна. Они как бы румяна считаются, но они хайлайтером идут. Такие вот они песочного такого цвета. Приятный такой. Нигде их не могла найти. Здесь нашла. Большой достаточно Ревгош здесь. И вот, собственно, ради чего я сюда гнала. Вот эти духи. 75 мл. 150 мл. У них еще есть. Такая достаточно, как сказать, сдержанная упаковка. Такая вот. Там какая-то бумажка. Бумажка. В общем, о чем. Очень много разных запахов у них ароматов. Послушала, как говорят их. Где-то штук шесть еще, кроме вот этой серии. Можжевельник сардинии. Вот он внизу написан. Жиджине пради сарди гня. Я не знаю, как это читается. У них еще пять ароматов. Мне все понравились. Вообще, это ароматы унисекс. Я уже прогуглила эти духи. Ароматы унисекс. И, в общем, мне все-все-все понравились. Не знаю. Мне кажется, я нашла свой парфюм. Это считается какая-то такая нишевая парфюмерия селективная. То есть, как бы, она не для всех, грубо говоря. И не везде продается. Ну, собственно, это понятно. Вернее, непонятно. Это очень заметно. Потому что я за ней гналась на другой конец города. Это единственный ревгош в Питере. В таком большом, настоящем городе. Который торгуют вот этой байдой, скажем так. А стоит, в принципе, как и обычные все духи. Так. Теперь мне не закрыться. Все, закрыла. Довольно, счастливо. Еду домой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова